Малина пингвин. Малина пингвин была выведена селекционерами в 2006 году. Автором сорта был известный отечественный ученый и селекционер Иван Васильевич Казаков. Его же принято считать основоположником принципиального нового для России растения – малина ремонтантного типа. Он создал множество современных сортов ягод-аналогов, в котором нет больше нигде. Первое время сорт пользовался у садоводов очень высоким спросом. В последние годы востребованность сорта малины пингвин ремонтантный несколько снизилась, но многие по-прежнему отдают предпочтение. Этому виду некогда популярны в средней полосе России ягоды. На редкость декоративный внешний вид не может не вызывать восхищения. Особенно привлекает этот сорт внимание во время сбора урожая. Крупные насыщенно-малиновые ягоды выглядят весьма соблазнительно, выглядывая из густой листвы. Особенности и характеристики сорта Королевский пингвин получил свое название из-за по-настоящему королевского размера ягод. Малина пингвин пингвин разбери представляет собой ремонтантный раннеспелый сорт, который отличается высокой устойчивостью к грибкам и прочим заболеваниям. Существуют также разновидности сорта. Малина королевский пингвин имеет несколько более крупной ягоды и малина. Желтый пингвин имеет Ягоды желтоватого оттенка Описание сортов малины Королевский пингвин и желтый пингвин можно без проблем найти в интернете. Единственное отличие разновидности желтый пингвин заключается в цвете ягод. Основной особенностью и преимуществом сорта является высокий показатель продуктивности. С одного куста в течение сезона можно снять до 6 килограммов ягод. Если говорить о более обширных масштабах, то речь идет об урожайности до 10 или даже 11 том с одного гектара. Этот показатель достаточно высок для кустарных растений. Малина сорт пингвин принадлежит к штамбовому типу кустарников. Их высота может достигать полутора метров. Стебли растения достаточно сильные и упруги, характеризуются укороченными между узлями. В организации дополнительные опоры растения не нуждаются. В первый год после посадки ягоды покрыты небольшими шипами, число которых уже на следующий сезон существенно сокращается. Впрочем, выращиваемый чаще всего в качестве однолетней культуры сорт не часто показывает двухлетние стволики. Уход за растением существенно упрощает малое количество новых вырастающих побегов. Этот же факт делает размножение малины пингвин ремонтантный несколько проблематичным. К окончанию созревания ягоды имеют малиновый цвет, кроме желтого пингвина, где цвет желто-оранжевый и форму округлого конуса. Плоды характеризуются плотной мякотью, имеют кисло-сладкий вкус. Ягоду сорт отдает в конце июля-начале августа, в зависимости от того, насколько теплым было лето. Важно! Вкусовые характеристики сорта пингвин могут несущественно варьироваться, в зависимости от региона произрастания и характеристик почвы. Например, на песчаной почве у ягод вкус будет более кислым. Средняя масса ягоды варьируется от 4 до 5 граммов. Они отлично держатся на ветке и не осыпаются после созревания в течение нескольких дней. После сбора урожая малина хорошо хранится в замороженном и свежем состояниях. Из недостатков сорта следует отметить слабую зимостойкость. Их будет сложно выращивать в северных условиях, характеризующихся суровыми зимами. Это связано со сложностью укрытия кустов штамбового строения. Потребуется обязательная обрезка. Еще одна интересная характеристика сорта заключается в том, что он отлично растет на любом типе почвы. Исключение из правила составляет разве что тяжелый глинистый грунт. Самое главное требование – это низкая или нейтральная кислотность почты. Это связано с тем, что урожай требует усиленного питания, а, как известно, в кислом грунте прикормки и удобрения усваиваются недостаточно хорошо. Учитывая вышесказанное, не следует садить малины пингвин в местах, где ранее произрастали щавели или полевой хвощ. Почва здесь будет излишне закисленной. Если же выбора нет, землю потребует подготовить. Делать это достаточно несложно. Почву следует обильно полить водой смелом либо гашанной известью и значительно удобрить перегноем и компостом с целью восстановления. Малина королевский пингвин или желтый пингвин по описанию сорта помимо внешнего вида ничем не отличается от обыкновенного пингвина. Потому делять им отдельное внимание не имеет смысла. Уход за сортом, уход за малиной пингвин имеет некоторые особенности, которые обязательно следует учесть, чтобы обеспечить беспроблемное созревание ягод и рост куста. Посадка и черенкование данная разновидность малины не требует разреженной посадки по причине компактности габитуса куста. Посадка может производиться на расстоянии от 0,7 до 1 метра между растениями и 2 метра между кустами. В результате получится сплошной ряд. Лучше всего этот тип малины размножается путем черенкования. Осуществлять обрезание черенков специалисты рекомендуют в пасмурный, но не дождливый день. Длина черенков может варьироваться в разбросе от 10 до 15 сантиметров. Оптимально, чтобы обрезок имел небольшое количество листьев. Саженцы сорта пингвин отлично приживаются и не требуют особенного ухода. Производится черенкование следующим образом. Срезанные черенки. Необходимо отправить в водный раствор с предварительно разведенными стимуляторами роста примерно на 6-10 часов. Произвести высадку в горшок. После того, как черенки приживутся, пересадить их в более просторную емкость. Выставить горшок с черенками на улицу для адаптации. После прохождения адаптации высадить саженцы в открытый грунт. Особенность сорта пингвин заключается еще и в том, что он довольно требователен. Вместо посадки оно должно хорошо прогреваться солнечными. Лучами и быть защищенным от ветров. Весенняя посадка. Обычно высадка сорта пингвина существляется в весенний период. В первую декаду первого месяца весны в почве выкапывают небольшие по размеру ямки глубиной от 40 до 50 сантиметров. Изъятую из ямки землю следует тщательно перемешать с подкормками, после чего половину объема поместить на дно яма. Перед высадкой в землю следует тщательным образом распрямить корневую систему саженцев и опустить их очень аккуратно. Затем ямку засыпают оставшимся грунтом. Первичный полив должен быть весьма обильным от 3 до 5 литров на каждый куст. Последним шагом поверх осуществляется мульчирование такими материалами, как опилки, солома или сено. Осенняя посадка допускается высаживанием лины сорта пингвина в осенний период. При этом подготовка к посадке должна быть начата еще летом. Высаживать растения в грунт рекомендуется в период с последней декады сентября по конец первой декады октября. Такой срок является крайним, поскольку позже могут начаться заморозки и свежевысаженное растение не успеет прижиться. К сведению, место посадки следует предварительно тщательно перекопать и обогатить удобрениями. Если есть выбор посадку и выращивание малины пингвин все же стоит начинать весеннюю пору. За лето молодые кустики успеют адаптироваться и окрепнут достаточно для того, чтобы благополучно перенести зиму. Еще одно несомненное преимущество весенней посадки заключается в возможности получения двойного урожая в рамках одного сезона. Обрезка обрезка промерзших или поврежденных побегов малины пингвин также производится весной. Из грунта удаляется прошлогодняя мульча и насыпается новая. В процессе обрезки достаточно оставлять от 10 до 15 здоровых побегов на одном кустике. Это позволит сформировать красивый, стройный куст и получить с него отличный урожай. Обрезка малины – один из наиболее значимых моментов ухода за растением. Сорт пингвин любит солнечный свет, но не любит излишков влаги. Соответственно, подсаженцы следует отвести хорошо освещающийся участок, который не затапливается дождевой водой. Для оттока воды в избежание снижения показателей урожая рекомендуется выкопать дренажные канавы по периметру посадки. Несмотря на неоднозначное отношение к сорту со стороны садоводов, некоторые считают ягоды пингвин слишком кислыми, тем не менее. Плод трудов селекционеров неизменно находит своих приверженцев. Тем более, что достоинств у растения намного больше, чем недостатков. Видео